Салют, пипл, с вами Хьюман и как всегда, глоточек полезной и вкусной информации для вас. Ммм, да, это оно. Сегодня, друзья, мы с вами поближе посмотрим на RTX, флагманскую видеокарточку будущего с Nvidia 4090, как она выглядит изнутри и что там по охладу. Посмотрим, как AMD начинает мозолить очко... Ммм, глаз для Nvidia. Ну а под конец немножечко, но про Intel, о том, как она всех бортанула и переобулась. Вроде бы как. Го смотреть, я создал. Ну что, друзья, низкий полакон и благодарность нашему инсайдеру CopA7Kimi, который поделился информацией о видеокарточке RTX 4090 от Nvidia. По его данным, графический процессор у нас получит 126 потоковых процессоров, а это на секундочку 16128 кюдоядер. Если вы вдруг не поняли, к чему я это сказал, то напоминаю, что с ранней утечкой информации или ранними данными, их количество раньше было больше. То есть, если сейчас у нас 126 мультипотоковых процессоров, то ранее говорили 140-142. Но в целом, если мы говорим не за видеокарточку RTX 4090, да, в которых 126 мультипотоковых процессоров в графическом процессоре, их будет 144. То есть, получается, естественно, что у нас будет задел для 4090 Титаниум. Да, в 4090 у нас получается отключено 2304 кюдоядер. Это где-то на 14% меньше, чем будет у 49 Ti. Да, Nvidia со старта оставляет задатки для того, чтобы продать потом еще более крутую видеокарточку, как это у нас происходит с 3090 Ti. Но, собственно, в этом нет ничего нового. И более того, источник также опубликовал сведения о показателе TDP видеокарты Nvidia GeForce RTX 4090. Он тоже уменьшился, по сомнению, с предыдущими утечками. То есть, 450 Вт вместо 600. А это нам говорит о двух вещах. Во-первых, графический процессор у нас будет явно похолоднее. Ну а во-вторых, 4090 Ti у нас явно будет на Ватт таких 600. Кстати, TDP-шка в 450 Вт был характерен для модели, внимание, RTX 3090 Ti. А версия GeForce RTX 3090 имеет TDP-шку в 350 Вт. При этом, по предварительным данным, вместе с приростом TDP на 100 Вт, новая видеокарта Nvidia GeForce 4090 обеспечит примерно двукратный прирост производительности. Ну, естественно, в сравнении с GeForce RTX 3090. Да, я знаю, друзья, те, кто смотрят меня на постоянной основе, я уже не раз говорил о том, что это очень-очень популярная информация, что видеокарты в два раза мощнее, да? Это очень сильно форсится в социальных сетях, в интернете в целом. Причем даже в уважаемых источниках. Но я, как всегда, поверю тогда, когда увижу FPS. А вот сами характеристики памяти Nvidia GeForce 4090 не потерпели изменений по сравнению с предыдущими утечками. То есть устройство все так же должно получить 24 ГБ памяти GDDR6X с шириной полосы пропускания 21 ГБ в секунду и 384-битной шиной доступа. При этом общая пропускная способность памяти превысит 1, мать его, терабайт в секунду. И по данным инсайдерам, первый анонс видеокарточек должен состояться уже в середине июля. Я вот сейчас не знаю, или я когда-то там ошибся, или же проскочил какой-то кусок информации, я пропустил, потому что ранее анонс и релиз должны были состояться в сентябре-октябре. Ну а тут как бы в середине июля. Ну не суть важно. Тем не менее, нам стоит вас с вами ждать видеокарточки 4090, 4080 и 4070. Так что если из вас есть те ребятки, которые ожидали бюджетную версию новой линейки, увы, к сожалению, нужно будет подождать. По старой информации, то что я помню, она должна выйти вообще в декабре. И для любителей скидок, игр и софта, на сайте CDK Offers можно купить винду со скидкой. Добавляем в корзину, вводим промокод HUMAN для доп. скидки. Бум, цена еще ниже на 20%. Оплачиваем через любую удобную систему, вводим ключ, пользуемся, профит. Все ссылочки в описании. Итак, Грейман нам еще информации подкинул. Сейчас идет дело в том, что AMD, ну скажем так, неплохо нагоняет и даже в каких-то аспектах перегоняет NVIDIA. Далее поймете, о чем я говорю. Ну вот если говорить сейчас в контексте непосредственно, то RTX, RX 6000 серии, во-первых, их громадное уже количество, как обычный, так и рефреш. И ценники там очень-очень вкусные. Есть видеокарточки, которые около RRC, чуть-чуть дороже буквально. Есть которые RRC, а есть которые даже ниже. Да, словно известный RX 6400. Ну или 6500. 6400 посложнее все-таки найти. Далеко ходить не будем, но учтите, что во время написания сценария видеокарточка RX 6950XT на New Egg стоила 1100 долларов. И если что, то это RRC, который составляет эти самые 1100 долларов. А RX 6750XT продавалась за 550 баксов. Не угадайте, какая у нее RRC? Верно, 550 баксов. Идем далее, и видим младшую модель в лице 6650XT. И кабум, 400 баксов в магазине. И 400 баксов RRC. Но, ребятки, давайте справедливости ради все-таки сделаем ремарочку. Это цена актуальна именно для карт от AMD. Их, скажем так, собственного производства. Давайте назовем их Founders Edition от AMD. Если мы с вами говорим закастные видеокарточки от партнеров, естественно, они будут дороже. Ну, потому что там, во-первых, это и партнеры, то есть им надо на цену какую-то делать. Во-вторых, там плата может немножко отличаться, охлад будет по-другому, больше вертушек, или там, не знаю, радиатор другой, или разогнана с завода уже по чистоте и так далее. Но она-то дороже. Ну, это дороже обычно там на 10, 20, 30, ну, иногда, может быть, чуть-чуть более долларов. Это не плюс 100 или плюс 200 баксов. Да, барыги? И, кстати, наши с вами друзья с ресурса IT, если мне не изменяет память, это VCCF Tech, ну, не суть важной, в общем, ребята с запада, провели им такое интересное исследование, небольшую аналитику о том, что AMD начинает потихонечку, но откусывать рынок графических процессоров у Nvidia. Да, само собой, не с 7-мильными шагами, но по чуть-чуть. И это хорошо, это прогресс. И вопрос не только в цене, ведь на днях главный архитектор игровых решений Фрэнк Эзер рассказал и показал, насколько Big Navi лучше, чем RTX 3000 серии Ампер, ну, в целом, с точки зрения производительности на 1 доллар. Про лучшие, конечно, никто ничего не говорил, но, с другой стороны, опираясь на ваши комменты, большинству они не нужны. Пока не попробовали. Но, друзья, несмотря даже на рыночные ценообразования, Nvidia по-прежнему на том же ресурсе New Egg очень популярны. Ресурс занимает все же позиции ТОП-50. Ну, ТОП-50 лучших видеокарточек на New Egg. А вот AMD в ТОПе занимает всего лишь 18 и аж 46 место. Это касается видеокарточек 6700 и 6600 XT-шки. И под конец вишенка на торт, я опять вернемся немножечко к NVIDIA, я думаю, вы будете не против, это RTX 4090 и ее охлад. Ну, то есть, почему она не должна быть столь горячей, как это заявлено у меня в описании. Помимо, условно, небольшого ваттажа, естественно. И так, перед нами почти идентичное решение для охлаждения видеокарты RTX 3090 Titanium. Обратите внимание, что основание кулера, где он соприкасается с графическим процессором и, собственно, и памятью, увеличили до большего блока. И да, получается, что NVIDIA сохранит дизайн двухосного вентилятора с двумя вертушками, которые направлены в двух разных направлениях. И кроме того, видно, что радиатор RTX 4090 имеет больше ребер, чем та же RTX 3090 Ti. И сам же радиатор Титаниум-версии будет очень похож на Титаниум 3090, особенно с точки зрения дизайна. И плюс тот факт, что Founders Solutions сохранит V-образную компоновку печатной платы. Однако базовая плата намного больше. Ну что, как вам? Напишите пока в комментариях, что вы думаете об этом грядущем звере, ну а я пока плавненько и приятненько перейду к картам Intel. Буквально недавно я вам говорил, что Intel должна запустить свою технологию XS, это, скажем так, аналог DLSS, только интеловская, в определенной игрушке уже вот-вот-вот. Но этого не случилось. Игра Dolmen, если что. Если мы возьмем за правду, что Intel действительно должны были запустить эту технологию в этой игре, как одна из первых, но не сложилось. Хотя, забегая наперед, скажу, что они официально прям не говорили, что в этой игре вот прям в день в день будет. В патч первого дня. Но, допустим, если это так, то представьте, какое количество людей Intel подставляет. Это инвесторы. Это разработчики игр и программ каких-то. Это, кто у нас остается, инвесторы, геймдевы. Естественно, да, это у нас еще и партнеры. Ну, то есть, сколько ноутбуков было впихнуто уже в видеокарточки Intel, а еще иногда они сразу же идут и с процессором Intel. Я когда-то вам рассказывал эти подковерные игры, когда Intel сыпало бабло определенным партнерам и компаниям, того, чтобы те впихивали именно их железо. Ну, так вот, то есть, уже три сферы, которые такие как бы вопросики могут задать. Хотя я, конечно, не исключаю тот фактор, что Intel давала информацию заранее всем этим сферам, что типа, лэп, мы там одно говорим, другое, третье, но вот по факту будет тогда-то и так-то. А ведь буквально недавно Киев Мартинш, это продюсер из компании Massive Work Studio, он заявил, цитирую, «Я думаю, что я уже могу сказать, что абсолютно все, включая партнерство с Intel, будет выпущено в патче первого дня». Как видим, не будет. С другой стороны, Intel ничего не заявляла официально, это по большому счету только со слов Киева. Но, тем не менее, ситуация вновь неприятная. У Intel эти переносы уже в кость в горле, если честно. Ну, во всяком случае, для потребителей, как по мне. Если что, то Intel XS – это технология масштабирования на основе искусственного интеллекта, который, да, должна конкурировать как с NVIDIA DLSS 2.0, так и с FSR 2.0. И, кстати, как и у AMD, здесь открытый исходный код. Ну, друзья, на этом у меня для вас на сегодня все. Пишите свои комментарии, свое мнение в комментариях, что вы обо всем этом думаете. Но с вами, как всегда, был Хьюман, и, как всегда, кайфовый, вам игры. Субтитры сделал DimaTorzok